Здравствуйте, уважаемые зрители канала Противиток. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. В садовых центрах сейчас можно приобрести любой посадочный материал, деревья и кустарники любого сорта. Однако, такие саженцы не всегда радуют урожаем, особенно саженцы груши и яблони. Они часто болеют, поражаются различными вредителями, а также имеют низкую морозостойкость, и вследствие чего погибают через несколько лет. Получается, вы покупаете саженцы, в пустую тратите деньги, а через несколько лет их выбрасываете. И саду у вас толком как не было, так и нет. Сегодня же я хочу рассказать о том, как вырастить самостоятельно саженцы, которые будут устойчивы к различным неблагоприятным факторам. Речь пойдет о сеянцах яблони и груши. Конечно же, в большинстве своем такие сеянцы не сохранят родительских качеств, крупности плодов и сортовых признаков. Однако, иногда бывают и исключения. Если у вас из семечки вырос сеянец с крупным листом, листья опушенные, побеги опушенные и на стволах, на ветвях нету шипов, то наверняка у вас сеянец сохранил родительские сортовые свойства, а значит и плоды на нем будут качественные, вкусные, сладкие и крупные. Но часто из таких сеянцев вырастают дикие яблони или груши, которые нужно прививать. У диких сеянцев, как правило, темный и мелкий лист. На стволах и на ветвях имеются шипы. И такие сеянцы не стоит также выбрасывать. Их можно привить и получить, собственно, устойчивы к морозам, к болезням и к вредителям саженец. Весной на такие сеянцы можно привить сортовые черенки от тех деревьев, плоды которых вам нравятся. Лучше всего использовать черенки для прививки от местных морозостойких сортов яблонь либо груш. Тогда ваши новые деревья будут также морозостойкими, хорошо расти и плодоносить в ваших условиях. Чтобы сеянцы были сильными, не болели и не подвергались морозам, то и семена для выращивания сеянцев нужно брать от стойких растений. Как правило, сеянцы для прививок в питомниках выращивают из семечек антоновки. Не стоит брать семена из яблок либо груш, которые продаются в магазине. Как правило, в магазинах фрукты привозят из южных регионов. А значит, и сеянцы, полученные из таких семечек, будут неморозостойкими. Сеянцы можно вырастить несколькими способами. Первый способ самый простой. В осенний период соберите семечки из яблок или груши. Затем посейте их в грядку, сделайте небольшие бороздки, примерно 3-5 см в глубину и посейте семечки. Весной, в начале мая появятся всходы и через 2 года получатся вот такие сеянцы, которые можно прививать. Второй способ более трудозатратный. Семечки нужно собрать сейчас, высушить, а затем сделать им искусственную стратификацию. Зимой, примерно после Нового года, в январе месяце, замочите семечки на трое суток в воде. Каждый день меняйте воду, чтобы смыть с семечек вещества, препятствующие прорастанию. Как только семечки будут подготовлены, поместите их во влажный песок, в какую-либо емкость и поставьте в холодильник примерно на 2-3 месяца. За 2-3 месяца они пройдут искусственную стратификацию, появятся корешки и их можно высадить в отдельной емкости. А к весне у вас уже получатся небольшие сеянцы, которые вы посадите в грядку на доращивание и через год-два их можно будет прививать. У меня на данной грядке растут сеянцы, яблони и груши. Если обратите внимание, то разные сеянцы выглядят по-разному. У кого-то крупный лист, у кого-то мелкий. На некоторых сеянцах есть шипы, а есть и сеянцы с сортовыми признаками. Вот, например, перед вами сейнец груши, который я привил весной. И посмотрите, за лето какой прирост. Примерно 1,5 метра высоты получился уже готовый саженец груши сортовой, который можно пересадить на постоянное место. Кстати, для тех, кто еще не умеет прививать деревья, впереди зима, а значит можно потренироваться в прививках. Зимой приезжайте почаще на дачу, идите в ближайший лес, либо есть у вас за участком какие-либо кустарники, и просто на них тренируйтесь в прививке. К весне вы уже сможете набить руку, и у вас с легкостью получится прививка. Кстати, самый простой способ прививки – это прививка в расщеп. На нашем канале есть ролики о прививке, поэтому кому интересна эта тема, обязательно посмотрите их. Попробуйте вырастить самостоятельно сеянцы, яблони или груши, самостоятельно привить их, и у вас получится здоровый, долговечный сад, плоды которого будут радовать не только вас, но и ваших внуков. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok